Дорогие мои зрители, я нахожусь возле торгового центра Кирьон и продолжаю тему о том, что можно привезти из Израиля. И, конечно, постараюсь вам показать, что истинно израильское можно купить в любом торговом центре. Начну я с более дорогих вещей, но потом покажу и совершенно бюджетные и очень неплохие покупки. И начнём, я думаю, мы с ювелирных изделий, наверное. Тут у нас такой небольшой променад. Итак, давайте зайдём внутрь. Магазин ГРАС можно встретить в любом торговом центре. Это магазин, где продаются серебряные ювелирные изделия. Иногда очень неплохие попадаются изделия ручной работы, но цена этих изделий обычно заваливает за 250-300 долларов. Так что я с бриллиантов не начала, но это, конечно, не дешёвый вариант. Но если хотите себя побаловать, вполне можно здесь купить. Вот такие прилавки вы встретите в любом торговом центре. Здесь продают серебро. Здесь уже можно найти изделия дешевле. За 200-300 шекелей, то есть 50-60 долларов. И выше, смотря что вы берёте. Вот видите, написано Нелли на прилавке. И второе, что здесь находится, это Магнолия. Есть и другие названия, но это довольно популярная Магнолия. Постараюсь вам показать эти изделия. По мере возможности, сколько мне дадут снимать, не знаю. Вот, посмотрите. Самые разные изделия. И с камнями, часто настоящими, и полудрагоценными. И в основном это всё серебро. И есть изделия более изящные, тонкой работы. Есть изделия более такие, так сказать, грубые. И вот предметы иудаики. Менора, семисвечник. И здесь находятся амулеты. Побереги, так называемые, хамса. Хамса – это рука бога. Вот, можно вешать на стенку. Ну, разные применения у них бывают. Тоже вот предметы иудаики. Если поискать, можно очень интересные вещи найти на этих прилавках. А здесь торгуют у нас частники. Здесь предлагают часто из натуральных камней. Вот из агата. Здесь у них браслеты по 25 долларов. И ожерелье где-то по 75 долларов. Ну, на улице такое, конечно, дешевле можно купить. А это я в магазине иудаики. Здесь мне разрешили снимать. Это хамса. Тоже хамса. Они стоят 20-20 с небольшим долларов. И это чисто серебряные изделия. Это кулоны с еврейской символикой, с магин-давидом. И тоже есть хамсы. В общем, разные стоят они порядка 25 долларов и даже дешевле. Здесь уже цены ниже, хотя это чистое серебро. Ну, вот это предметы иудаики от самых дорогих до довольно дешевых. На разный вкус можно найти. В Израиле много керамики. Ну, здесь только керамические гранаты. Очень символичные. И они стоят от 10 до 20 долларов в зависимости от их размера. Ну, и, наконец, хочу вам показать разные брелоки. Тоже, как видите, символичные. Вот тоже хамса. Написано на ней «Мазаль», то есть «Удача». Все эти брелоки стоят 12 шекелей, то есть 3 доллара. Ну, и, конечно, таких можно накупить довольно много. Разных видов. Вот такую вывеску можно встретить во многих торговых центрах. Написано «Берешит» в начале. И магазин этот похож на пещеру Али Бабы. Чего только там нет. Иногда очень интересные вещи. И недорогие. Стоит заглянуть, если вы увидите вот такую вывеску. Ну, как видите, я уже перешла к косметике. Я нахожусь в Суперфарме. И здесь «Аава». «Аава» – это «любовь» в переводе. Это известная фирма. Говорите только правильно. Не «Агава» и не «Агава». Это «Аава». «Любовь». Надо сказать, что косметика неплохая, но вполне бюджетная. А цены уже не совсем бюджетные. Но иногда можно увидеть и что-то неплохое. Вот, например, это. Это крем для тела. У меня он как-то был. Крем неплохой. Стоит он 25 долларов. И тут 400 грамм. Немало. И состав неплохой. Очень неплохой. У неё много у этой фирмы подарочных наборов. Когда-то их покупала по 25 долларов, а сейчас они стоят по 100 долларов и дороже. Совсем обнаглели. Перед нами магазин «Лолин». Это магазин сетевой израильской косметики. Есть ещё другие в таком же духе. Я об этом снимала видео. Дам вам на это видео ссылку. Я считаю, что «Лолин» из них лучше. И цены достаточно бюджетные. Вот видно, что три изделия можно купить за 99 шекелей. Для 99 шекелей это 25 долларов примерно. И вы можете за эти деньги купить целых три изделия. То есть и кремы для ног, и для рук, и для тела, и всё, что хотите. Очень симпатичные изделия. Вот как раз по случаю у меня тут находится гость, который купил разные подарки своим близким, друзьям. И я вот хочу кое-что из этих подарков вам показать. Хочу дать маленький совет. Не покупайте эту продукцию на самом Мёртвом море, потому что там она стоит где-то в два раза, наверное, дороже. По крайней мере, часть товаров я видела там определённо по завышенной цене. Покупайте в каких-то обычных магазинчиках. Продаётся где угодно эта продукция. И я, например, как пример могу дать в Хайфе магазин. Там даже два магазина рядом на улице Герцель. Я в своём видео про улицу Герцель, дам вам ссылку здесь, рассказывала и показывала этот магазин. И там всё это стоит дешевле, чем на Мёртвом море. Ну и так во всём Израиле. Вы можете найти такие магазины в любом городе. И там это будет стоить дешевле, конечно, чем на Мёртвом море. И дешевле, чем в Дьюти-фри в аэропорту. Там это тоже дорого. Относительно дорого. Те кремы, которые я сейчас вам покажу. Есть кремы для рук, для ног, для тела. Вот этих фирм, которые я сейчас вам покажу. И есть также шампуни. В общем, всевозможные средства. Но вот тут для примера кремы. И цены очень бюджетные. Если берёшь три крема, так вообще за смешные деньги какие-то. Ну, то есть каждый может себе позволить купить. И при том, что они недорогие, качество очень неплохое. Сейчас скажу вам о каждом из них. Первый крем, который я хочу вам показать, это гель с алоэ. Таких кремов очень много. Чем они хороши? Это, во-первых, натуральные довольно гели на основе алоэ. И также они обогащены, как правило, минералами Мёртвого моря. И вот в этом креме конкретном нет силикона. Я специально посмотрела состав. И чем хорош этот крем? Его даже после бритья можно применять. Это не крем, это гель. Он смягчает раздражение, которое вызвано укусами насекомых, потертостями какими-то, от лёгкого солнечного ожога. Я сама, у меня такой крем тоже есть, гель. И если, не дай бог, я чуть-чуть пригорела где-то, подгорела на солнце, то я им намазываюсь, и он так охлаждает кожу и облегчает состояние. Неплохая вещь и очень рекомендую даже самим себе такое купить. Хочу обратить ваше внимание вот на этот крем. Наверху видите буквы C и B. Это фирма Karen Beauty, которая выпускает очень бюджетную косметику для разных целей. Вся эта его косметика с минералами Мёртвого моря. И этот вот крем, он с морковным маслом. Тут ещё содержится масло Ши и оливковое масло. И здесь нет силиконов, а есть минералы Мёртвого моря. И содержит витамины А, В, С. И очень хорошо и для рук, и для ног, и для тела он годится фактически. Ну, для тела я бы не стала таким, конечно, пользоваться. А для рук и для ног очень хорошо. Вот ещё один крем фирмы C и B. И это крем для ног. Тоже содержит морковное масло и тоже содержит минералы Мёртвого моря. Он, этот крем, от трещин и смягчает кожу ног. И, конечно, состав здесь более химозный. Но для ног это нормально. Этой же фирмы крем по уходу за кожей рук и ногтей. Это регенерирующий крем, обогащён грязью Мёртвого моря, от сухости рук, от трещин, от, если руки сухие, от чистящих разных средств, то очень хорошо он предохраняет руки. И тут масло авокадо, чайного дерева, разные витамины. Грязь Мёртвого моря здесь содержится. И этот содержит силиконы немножко, но как защитный крем он очень неплохой. И, как вы видите, это все кремы случайно оказались этой фирмой. Я не рекламирую эту фирму ни в коем случае. Таких фирм очень много, выпускающих такого рода кремы. Но они действительно, несмотря на свою невысокую цену, относительно очень неплохие кремы. Очень приятно получить такой подарок. Я сама себе такие кремы когда-то покупала и пробовала их. И они мне довольно нравились. Просто как-то вот израильтяне не любят покупать кремы своего производства. Нам всегда хочется чего-то такого, чего нет у нас. А это мы всегда, дескать, успеем попробовать. Но я очень советую обратить внимание на это, потому что это совсем неплохие вещи. А вот на этот крем я хочу обратить ваше особое внимание. Я его купила для себя, потому что у меня часто склонность к сухой коже. И об этом креме я расскажу вам в отдельном видео, которое я хочу сделать. Меня просили сделать видео об уходе за кожей, об уходе за собой. И такое видео обязательно сделаю. Об этом креме я расскажу подробно. Ну вот и все, что я пока могу посоветовать. Если будут у меня хорошие какие-то идеи, или мне удастся заснять что-то интересное для вас, конечно же, я об этом расскажу тоже. Всего вам хорошего. И тем, кто приезжает в нашу страну, добро пожаловать. И на этом я закончу. Не забудьте подписываться на мой канал, ставьте лайки, если понравилось видео. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok